Надо сказать сразу, что данное посещение не приурочено никакой конкретной календарной дате. Валентина Васильевна уже давно живет одна, а человеку в возрасте трудно самой следить за хозяйством. Поэтому офицеры боевого братства здесь частые гости. Ну вы сами видите, вот частный дом, огороды, да, то есть мы помогаем там, ну где-то вскопать, полить огород. Вот в том году у нее, значит, летний водопровод прорвало, вот она нам позвонила, прибежали, все сделали. Уже несколько раз Валентина Васильевна мы возили в поликлинику и в Расторгуево, и в Видное. Пришли гости не с пустыми руками. Недавно у Валентины Васильевны сломался телевизор. Узнав об этом, они купили ей новый. Володя очень много говорил о вас. Спасибо. Много говорит, да. Поздравляем вас. Спасибо большое. Вы не хотите, чтобы нам рассказать. Давайте, давайте. Спасибо вам. Пока настраивали телевизор, Валентина Васильевна поила нас чаем с тортом, пела любимые песни, говорила о прошлом. А рассказать ей есть что. Родилась наша героиня еще при НЭПе. История нашего края вершилась на ее глазах. Выпала на ее долю и тяжкое лихолетие Отечественной войны. И такие работы выполняли, и такие задачи решали, находясь здесь в Тону, которой не позавидовали, может быть, и участники, которые принимали участие в военных действиях. У нашей героини есть квартира в многоэтажке, но в новоделе ей жить не хочется. По ее словам, в родовом гнезде спокойнее. Это изба настоящий музей русского дореолюционного крестьянского быта. Построена она была в 1861 году. Это как раз-таки год отмены крепостного права. Русская печь. На ней готовили, ей обогревались, на ней даже спали. А вот эквивалент современного холодильника. Погреб. Здесь хранились продукты. Кстати говоря, они и сейчас здесь хранятся. Подумайте только, с середины 19 века в этом доме почти ничего не изменилось. Разве только появилась газовая плита с телевизором. Но эти новшества теряются в соседстве с вековыми намоленными иконами. Их во время большевистских гонений на церковь приходилось заворачивать в тряпки и прятать в сарае, чтобы, как говорит Валентина Васильевна, комиссара не сожгли. Теперь образа вновь висят в красном углу Светлицы. Однажды на этом месте случилась удивительная история. Вдруг от этого места идет старичок. Вот в этой избе все. Здесь прям вот явился Николай Угодник. Такой же с бородкой, вот как он здесь изображен. И подходит и говорит, отрок, ну что ты так плачешь? Говорит, не надо плакать. Вернется он обратно. Его призвали в военкомат. Говорит, он для дома нужен. Просто удивительно, что посреди бурно растущих микрорайонов с развитой современной инфраструктурой и интернациональной типовой архитектурой еще остаются маленькие островки русской истории. Предание старинной и глубокой. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.